Хорошо. Некоторые люди говорят, а как вообще питаться без мяса? Это же невкусно. Так вот, питаться без мяса вкусно. И не просто вкусно, а очень вкусно. Это я вам говорю, как человек, который просто питается каждый день в глубоком состоянии счастья без мяса. Уже 25 лет. И у вас в некоторых сомнениях, ага, Олег Геннадьевич агитирует, агитирует. Нет, я просто делюсь с вами. Рассказываю, что это очень вкусно. Если вы попробуете вегетарианскую пищу, людей, которые знают, как питаться вегетарианской пищей, хоть раз, вы увидите, что это очень вкусно, и мяса не хочется совсем. Вообще не хочется. Видите, я вам передал знания сейчас. Я вам не говорил, мясо там, это могила там, туда-сюда. Я не говорил этого. Потому что это и не нужно говорить людям. Все человек познает, постепенно сам узнает, что такое мясо, зачем мне нужно его есть. Но главная идея какая обучение в ведической культуре? Ведическая пища вкусная, вегетарианская пища вкусная. Вот это главная идея. И сразу хочется попробовать, что такое вегетарианская пища. Почему она вкусная? Вопрос сразу второй. Почему она вкусная? Потому что она готовится с любовью. А можно ли с любовью приготовить мясо? Можно. И это будет похожая любовь на то, как ты с любовью хоронишь человека, которого сам же и прибил. Можно с любовью как бы его хоронить, но это будет любовь уже окроплена кровью того, что ты прибил с любовью, потом готовишь. Видите, и то, и другое с любовью, но любовь разная. И поэтому разный вкус, соответственно. Вегетарианская пища, она имеет очень сладкий вкус глубокой любви. Мясная пища тоже может иметь вкус любви, но не такой уже глубокий. Понимаете? Когда такое объяснение дается, то человеку хочется сравнить. Он хочет попробовать.